Не оказаться обманутым при совершении сделок с недвижимостью помогут кадастровые инженеры. Об этом в актуальном интервью рассказала руководитель Бердского отдела Росреестра Наталья Ищенко. В качестве примера мы рассмотрели конкретные случаи утраты квартиры, земли и дома Берчанко и Елены Светышевой, о котором наша телекомпания рассказала в декабре прошлого года. Как избежать вот этих спорных моментов, как уберечься от мошенников, которые так или иначе иногда действуют на этом поле? Когда дама покупает сапоги за 10 тысяч рублей, она долго в магазине это делает. Когда мы покупаем квартиру, дом за полтора миллиона, мы до сих пор, как будто мы в Советском Союзе, подписываем договор, не читая его как следует. Редическая грамотность должна у нас повышаться. Мы ушли в другой вид строя. У нас не Советский Союз, у нас каприалический строй, где право собственности является краеугольным, и каждый гражданин должен нести сам свою ответственность за свои действия. В том числе и здесь. Покупаете квартиру, договор внимательно почитайте. Посмотрите, кто вам продает. Продавец, доверенное лицо. Изучите доверенность. Посмотрите, почему по доверенности. Выясните, почему доверенность, почему не сам собственник. Это первое. Второе. Что еще может быть? Закройте выписку из единого рееста недвижимости. Посмотрите, есть ли там какие-то аресты. Есть случаи такие, когда люди подают документы на регистрацию, и во время подачи выявляют, что там есть арест. А продавец-то знал. Вот. А что ты подумал? Как ты посмотрел об этом своем? Притом выписка из ареста недвижимости на объект, она является, как сказать, неконфиденциальной. То есть там дадут сведения, квартира такая-то, собственник такой-то, наличие арестов такие-то. Или отсутствует. Все. Поэтому успокоились. Потом можно быть вниманием на частую перепродажу. То есть это тоже можно как-то взять в сомнение, в какое-то, да? То есть вот обратить на это внимание, получше поразбираться с этой недвижимостью. И это покупатель. Стандартно. Значит, продавец, ну, продавец в чем заинтересован? Чтобы деньги ему оплатили. Тут он должен уже посмотреть, платеж способности, посмотреть все нюансы, какой-то платеж, чтобы ему оплатили и все прочее. Тут как бы проблем таких больших сейчас еще не встречаются у продавцов. Но есть еще проблема собственника. Вот я вот же собственник, а сомневаясь, что произойти может с моим объектом недвижимости. Есть какие-то у меня ощущения, что кто-то хочет ее там продать, перепродать без моего, на то ведомо. Или еще что-то. Вот такое тоже может быть. И закон придумал такую вещь интересную. Любой собственник, если у него есть какие-то подозрения на что-то, какие-то сомнения, либо он выдал кому-то доверенность, ну, что-то не помнит, что там было в этой доверенности. Либо подправил какой-то договор, но у него есть сомнение, что, а вдруг у меня тут листик подсунули. Вот что-то есть такое. Бывает ли, приходит на прием, пожилую, я подписывал договор, куплю, а вдруг это дарение. То есть или там, я подписала там договор, там, о том-то, о том-то. А вдруг это там продажа квартиры была. Есть такая услуга, безвозмездная. В течение трех рабочих дней заявители продают документы в МФЦ, пишут, я такой-то, такой-то, прошу, без моего личного участия не продавать, принадлежащие мне, ну, не так, не продавать, а не совершать никаких действий с моим объектом. Там на этот объект регистрируются определенные ограничения, и без этого заявителя ничего сделать невозможно. Без его личного участия. Даже если после этого он сам лично дал доверенность, написал ей крупным шрифтом, я хочу продать, доверяю вам, продать, за такую-то цену тому-то лицу. Нет, только лично. Что можно сказать про тот случай, о котором мы рассказывали в своем сюжете, когда женщина приобрела дом и земельный участок, и впоследствии его там на месте не обнаружила? Как я поняла со слов письма, значит, что человек купил дом на садовом земельном участке и земельный участок. Купил, приехал, который дом ему показали, он приехал, ему говорят, это не ваш дом, это наш дом. И оказалось под документом, что именно так, да? Вот здесь что может человеку сказать? С 6-го года по 1-го на 17-го года действовала дачная амнистия. Любой собственник земельного участка в дачном либо садовом обществе имел право заполнить декларацию по специальной форме. С 6-го по 17-й год формы менялись, но смысл оставился прежним. По специальной форме декларацию электронно, бумажно заполняет и говорит, декларирует. На этом земельном участке есть у меня построенное строение. Проверили, декларацию приняли. Поставили дом на кадастровый учет и зарегистрировали право ему на этот дом. Этот дом, он его описал. Никто не проверял, что он там есть. Это его добросовестность и разумность. В гражданском праве добросовестность и разумность презумируются. И когда человек покупает такой дом, он должен предполагать, что нужно посмотреть. Краеугольным, фундаментальным у нас объектом недвижимости является земельный участок. Все строения могут быть снесены, уничтожены, а землю уничтожены достаточно сложно. Так вот, в этой ситуации нужно было определить земельный участок, который покупается, и от него, скажем так, идти, от этого участка. И на нем смотреть эти дома. Участок определяется как? Кадастровым номером земельный участок. Но существуют участки, которые не имеют координат, а есть участки с координатами. Так вот, из которых с координатами, это вообще все очень просто. Заказываем платного кадастрового инженера, это услуга платная. По этим координатам он находит вам, скажем так, во вселенной земельный участок. Показывает вам, вот вы покупаете этот земельный участок. Вы его увидели, и вот, пожалуйста, на нем домик есть или нет. С 1-го на 17-го года такой ситуации уже быть не может. Почему? Эти декларации, по которым осуществлялась регистрация права, они отменены по большому-то счету. У тебя другая форма декларации. Но по ним осуществляется кадастровый учет, но даже не кадастровый учет, а они являются основанием к созданию технического плана для постановки такого дома на кадастровый учет. Технический план готовит кадастровый инженер с выездом на место и с привязкой этого дома к земельному участку.